Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство пенообразных масс. В том числе машинно-аппаратурную схему линий производства пастилы. Рассматриваемые массы характеризуются тем, что в их состав кроме сахара, патоки, фруктового пюре, агара, пектина и других компонентов входят пенообразующие вещества, преимущественно яичные белки. Изделия из них обладают пенообразной структурой, упрочненной студнеобразователями. Пенообразные массы, как известно, являются ячеистопленчатыми дисперсными системами, образованными большим количеством пузырьков газа, разделенных тонкими пленками жидкости. В пенообразных кондитерских массах дисперсной фазой является воздух, а дисперсионной средой – сахаро-фруктово-белковый золь, способные переходить в гель. Пены, в отличие от эмульсий, структурированные системы. Но под влиянием поверхностного натяжения и истекания жидкости пленки пены становятся более тонкими и самопроизвольно лопаются. Пузырьки воздуха объединяются, пена колесцируют. Для получения пены из растворов необходима затрата энергии для преодоления силы поверхностного натяжения сахаропаточного раствора или яблочно-сахарной смеси. Кондитерской промышленности во многих случаях для выведения массы воздуха применяется сбивание. Для облегчения процесса сбивания и получения более устойчивых пен вводят поверхностно-активные вещества. Поверхностно-активные вещества адсорбируются на поверхности раздела фаз и понижают их поверхностное натяжение. Поверхностно-активные вещества применяемые в кондитерской промышленности для изготовления пенообразных изделий обычно называют пенообразователями. Наиболее распространенным пенообразователем в кондитерской промышленности является белок куриных яиц. Дисперсность кондитерских масс зависит от природы пенообразователя. Многие пенообразователи, как, например, молочный гидролизат, белок дрожжей, требуют определенных ограниченных условий PH среды. Белок куриных яиц находит в кондитерской промышленности в качестве пенообразователя наибольшее применение, так как его пенообразующая способность проявляется в широком диапазоне PH, а при PH равном 3 не только не снижается, а даже несколько повышается. Отдельные страны вырабатывают сухие белки куриных яиц с повышенной в несколько раз пенообразующей способностью за счет того, что этот белок предварительно до сушки подвергается частичному гидролизу. К недостаткам куриного белка относится то, что он при температуре выше 60 градусов Цельсия подвергается денатурации, отчего не применяется при производстве алвы. Постельные массы, получаемые сбиванием яблочно-сахарной смеси, имеют высокую влажность 36-48 процентов, зависящую от сухих веществ и желирующей способности применяемого пюре. Снижение влажности, то есть увеличение содержания сухих веществ в этих массах недопустимо, так как приводит к неполному растворению сахара, что вызывает хруст на зубах и плохую сохраняемость изделия. При хранении кристаллы, увеличиваясь в размерах, разрушают структуру изделий. Из них выделяется сироп, они отмокают. Пенообразные массы из-за низкого содержания сухих веществ и высокой вязкости являются неустойчивыми системами. Подверженными быстрой исчисляемой минутами коалиценции под действием сил поверхностного натяжения и истекания жидкости пленки каркаса пены утончаются и самопроизвольно разрушаются. Для придания системе большей устойчивости сразу же после сбивания массу смешивают с горячими сахарными сиропами, содержащими студнеобразователь, агар или пектин. При охлаждении оболочки каркас пены становится полутвердым. Постильные массы, которые смешиваются с агаровыми сиропами, называют клеевыми, с мармеладными массами заварными. Массы пенообразной структуры изготавливаются в соответствии с утвержденными рецептурами для выработки пастилы, зефира, сбивных конфет, а также кремообразных продуктов, для отделки пирожных, тортов и тому подобное. Характеристика пенообразователей и условия получения пенообразных масс. Для изготовления сбивных кондитерских изделий, как правило, применяют белковые пенообразующие вещества. Из них наибольшее распространение имеет белок куриных яиц. Белок водоплавающих птиц в качестве пенообразователя применять не разрешается, чтобы не допускать заражения кондитерских изделий болезнетворными микробами, которые могут попасть из водоемов. Главной составной частью протеинов белка куриных яиц является ОВАЛЬБУМИН около 50%. Кроме того, в состав протеинов белка входят ОВОМУЦИН, КонАЛЬБУМИН, ОВАМУКОИД, ОВАГЛУБУЛИН. Считают, что все эти протеины участвуют в пенообразовании. В производстве применяют белок как свежий, так и замороженный или высушенный. В конфетно-избивные массы в зависимости от сорта изделий его вводят от 1 до 5%. То есть от 0,15 до 0,8% сухих веществ белка. Пенообразующая способность яичных белков может значительно изменяться в зависимости от различных факторов. Прежде всего от свойств сырья. Она сильно снижается, если к белку примешаны жиры с желтком или другие пеногасители, то есть вещества с более высокой поверхностной активностью. Отсутствие солей щелочноземельных металлов кальция, магния снижает действие пенообразователей. Поэтому белок из вискованных яиц обладает пониженной пенообразующей способностью. В России и ряде западноевропейских стран сухой яичный белок вырабатывается в виде порошка белого цвета. В Китае вырабатывается сухой яичный белок, имеющий вид стекловидной крошки желтого цвета. В целях повышения пенообразующей способности этот белок до сушки подвергается ферментативному гидролизу. На базе молочного белка было разработано новые типы пенообразователей. Их получают из гидролизатов молочного белка. В них содержится остаточный казеин, промежуточные продукты распада, растворимый белковый азот и небелковый азот, то есть азот мелких пептидных молекул аминокислот. В Голландии вырабатывают пенообразователи, являющиеся продуктом гидролиза казеина, в отдельных видах с добавлениями глютенина, карбомексил, целлюлозы, КМЦ и прочего, выпускаемые под общим названием хай-фоама. Все пенообразователи, изготовленные на основе молочного белка, довольно хорошо образуют пену в нейтральных и слабокислых средах. Но при низких PH, то есть в сильно кислых средах, их пенообразующая способность резко снижается. Поэтому они применяются лишь при изготовлении некоторых сбивных сортов конфетных масс и неподкисляемых сбивных масс для многослойного желейного мармелада. При изготовлении постельных масс, имеющих PH 3,2-3,8, они пока еще не находят широкого примедения. В качестве пенообразователей для производства различных кондитерских изделий были предложены белки сои, кровяной альбумин, экстракт сахарной свеклы, белок из трески, глицерин из солодового корня. Однако не все из них еще применяются в кондитерском производстве. Показатели качества пенообразных структур характеризуются объемной концентрацией дисперсной фазы, структурно-механическими особенностями пены, устойчивостью пенообразной структуры и некоторыми другими. Однако для различных типов кондитерских изделий с пенообразной структурой не все перечисленные выше показатели должны иметь одинаково оптимальные характеристики. Обязательной во всех случаях должна быть большая устойчивость пенообразной структуры, так как объемная концентрация дисперсной фазы и дисперсность могут быть до известной степени специфическими для разных видов изделий. Дисперсность пенообразной структуры зависит не только от концентрации пенообразователя, но и от его природы. Так, например, постельная масса, сбитая с яичным белком, имеет средний размер воздушных пузырьков 15-25 мкм. У этой же массы сбитой в тех же условиях, но с молочным гидролизатом размер пузырьков равен от 30 до 40 мкм. При повышении концентрации пенообразователя масса приобретает более высокую дисперсность, структурно-механические свойства ее изменяются в направлении уменьшения текучести и увеличения предельного напряжения сдвига. Чем выше концентрация пенообразователя и меньше вязкость раствора, тем лучше пенообразование, меньше плотность пенообразной массы. Например, при увеличении концентрации пенообразователя от 1 до 3,75% при концентрации сахара 75%, содержание воздуха в сбитой массе при одинаковых условиях сбивания повышается от 34 до 59%, плотность массы уменьшается с 905 до 580 кг на кубический метр. Средний радиус пузырьков воздуха уменьшается с 12 до 2,5-3,5 мкм. На пенообразующую способность яичных белков в условиях производства сбивных кондитерских масс большое влияние имеют сырьевые компоненты. Сахар, яблочное пюре, патока, агар и другие желирующие вещества и прочие добавления. Добавление сахара в кондитерскую пенообразную массу повышает ее вязкость и благодаря этому оказывает на нее стабилизирующее действие, повышает ее стойкость, замедляет ее разрушение. Однако очень высокое содержание сахара в пенообразной массе приводит к значительному увеличению вязкости, затрудняющей пенообразование. Содержание сахара в постельных массах до смешивания с клеевым сиропом колеблется от 46 до 56 процентов и зависит от желирующей способности и содержания сухих веществ, применяемого яблочного пюре и от вырабатываемого сорта изделий. Постельные массы не являются монодисперсными. Средний радиус воздушных пузырьков обычно колеблется от 15 до 25 микрометров. При уменьшении количества сахара полидисперсность увеличивается. При увеличении концентрации сахара до 65-75 процентов размеры воздушных пузырьков уменьшаются, масса приближается к монодисперсной. Средний радиус воздушных пузырьков достигает 8 микрометров. При этом повышаются вязкость и плотность массы. Яблочное пюре оказывает положительное влияние на процессы образования и стойкость пенообразных кондитерских масс. Основное значение при этом имеет желирующая способность пюре. Пектиновые вещества яблочного пюре адсорбируются на пленках воздушных пузырьков пенообразной массы и способствуют увеличению прочности пены. Добавление яблочного пюре в взбиваемые массы мало влияет на дисперсность, но в зависимости от желирующей способности пюре и его количества, вязкость массы возрастает в полтора-два раза. Патока вводятся в взбивные сорта кондитерских изделий в качестве антикристаллизатора для предотвращения засахаривания изделий. При изготовлении постельных изделий паток уводят в количестве 10-15%, а обычно с клеевым сиропом. При избивании масс с небольшим количеством патоки полидисперсность масс сохраняется. При увеличении количества патоки до 20% массы приближается к монодисперсным. Введение патоки вызывает повышение вязкости в зависимости от количества патоки в полтора раза и более. Как уже указывалось, для получения устойчивых пенообразных структур в взбиваемые массы вводятся студнеобразователи агар, пектин, агороид, желатин и прочее. В постельные массы студнеобразователи обычно вводят в виде горячих сахаропаточных сиропов, содержащих около 1,6% агара. Для резной пастилы сироп уваривается до сухих веществ 78-79% и вводится в количестве 40% к сбитой массе. А для отливной пастилы, то есть зефира, сироп уваривается до 84-85% сухих веществ и вводится в количестве 64%. В результате в зефире содержится в полтора раза больше студнеобразователя, чем в резной пастиле. Поэтому пастильная масса легко разливается, а зефирная масса сохраняет приданную ей при отливке форму. При любом изменении применяемого для стабилизации пенообразной структуры студнеобразователя, как вида, так и концентрации, совершенно необходимо менять температурные режимы и особенно на участках, где эти массы подвергаются механическому воздействию. Температура не должна быть ниже температуры желирования применяемого студнеобразователя, при той же концентрации его и сахара, во избежание механического разрушения студневого каркаса. Температура не должна быть и намного выше температуры студнеобразования, так как подавляющее большинство студнеобразователей в кислых средах подвержено гидролитическому расщеплению. Совмещение пенообразной структуры со студнеобразной является сложным процессом, при проведении которого следует учитывать все особенности этих структур образователей. На качество сбивных масс существенное влияние оказывает продолжительность сбивания. При недостаточном времени сбивания масса получается грубо дисперсной, недостаточно пышной. С увеличением времени сбивания объем пены увеличивается, она становится более мелкодисперсной и более устойчивой. Однако продолжительность сбивания имеет свои оптимальные пределы. Слишком длительное сбивание ведет к уменьшению объема пены. Пленки пенообразной структуры становятся более тонкими и менее прочными. Устойчивость уменьшается, качество снижается. Продолжительность сбивания для получения необходимого качества меняется в зависимости от способа сбивания, применяемого оборудования, от скорости вращения и конфигурации лопастей, температуры сырья и помещения и т.д. Поэтому в каждом отдельном случае на предприятиях продолжительность сбивания специально устанавливается и периодически уточняется. Важное значение имеют температурные условия. В случае сбивания яичного белка с сахаром объем пены и ее стабильность увеличиваются с повышением температуры. Оптимальные температурные условия при этом около 50-60 градусов Цельсия. С повышением температуры уменьшается вязкость жидкой массы, что способствует получению обильной пены. Однако образовавшиеся при этих условиях пена легко колесцируют. Кроме того, при повышении температуры возникает возможность коагуляции белка, что ведет к разрушению пены. Необходимая продолжительность сбивания пастельной массы зависит от ее вязкости, которую можно регулировать при том же составе массы, изменяя температуру. При повышении температуры в пределах от 40 до 50 градусов Цельсия продолжительность процесса сбивания уменьшается вследствие снижения вязкости. Однако дальнейшее увеличение температуры до 65 градусов Цельсия не уменьшает продолжительность сбивания. При температуре выше 65 градусов Цельсия приходится увеличивать продолжительность сбивания, что, по-видимому, объясняется начинающейся денатурацией белка. Повышение температуры в процессе сбивания яблочно-сахарной смеси при изготовлении пастельной и зефирной массы приводит к ухудшению качества готовых изделий. Вследствие механического разрушения, преждевременно образующегося из-за повышения температуры пектина сахарного студня. Обычно сбивание ведется при комнатной температуре. Лишь при сбивании зефира под давлением в агрегате непрерывного действия, вследствие того, что сбивание осуществляется чрезвычайно быстро, сбиваемая масса имеет температуру 50-52 градуса Цельсия. Плотность готовой массы незначительно на 0,02 и повышается при увеличении температуры с 40 до 50-60 градусов Цельсия. А затем при температуре около 70-75 градусов Цельсия снижается. Дисперсность пены больше в случае сбивания при менее высоких температурах, а повышение температуры вызывает образование более крупных по размеру пузырьков воздуха. Структура изделий становится менее прочной. Большое значение имеет избыточное давление, применяемое при избивании зефирной массы непрерывным способом. Мелкодисперсной и более прочной структурой обладает зефирная масса и зефир, приготовленные при избыточном давлении около 300 кП. Масса для пастилы и зефира. Масса для пастилы изготавливается взбиванием смеси фруктово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком. К сбитой массе добавляются для стабилизации пенообразной структуры горячий сахаро-агаро-паточный сироп или мармеладная масса. После этого к массе добавляют эссенции, красители, кислоту, а также в зависимости от сорта изделий и другие вкусовые вещества. Масса, которой добавляют агаровый сироп, называется клеевой, а в случае добавления мармеладной массы – заварной. Постильная масса, которая не заливается горячим сиропом, пенообразная структура, у которой не опадает, не калистирует. Вследствие применения быстрожелирующего обычно яблочного пюре называется бесклеевой. Белёвская пастила изготавливается взбиванием с яичным белком смеси яблочного пюре с высокой желирующей способностью приготовленного из печеных яблок с сахаром без агара, то есть она является бесклеевой. Заварная, бесклеевая и белёвская пастила вырабатываются в значительном количестве. Масса для зефира отличается от пастильной массы тем, что в рецептуре зефирной массы содержится меньше яблочного пюре и больше агара. Сахаро-агара паточный сироп уваривается до большего содержания сухих веществ до 84-85%, тогда как для пастильной массы до 78-79%. Почти в три раза больше вносится белка, сбивание более длительное до меньшей плотности. Масса зефира имеет значительно большую вязкость и одновременно пышность. При формовании отсадки, выдавливании из металлических наконечников, сохраняя приданную форму, не растекается. По этой причине зефир именуют в гости отливной пастилой. Масса для пастилы. Пастилу вырабатывают лишь в России, в зарубежных странах изготавливают сбивные кондитерские изделия под названием маршмеллоу. Сырьем для приготовления клеевой массы для пастилы и зефира служат яблочное пюре, сахар, патока, агар, яичный, белок свежий или сухой и реже другие пенообразователи, например белок обезжиренного молока. К яблочному пюре можно добавлять абрикосовое, рябиновое, клюквенное и другие виды пюре и фруктово-ягодные припасы для приготовления соответствующих сортов пастилы. Абрикосовый, рябиновый, клюквенный, мандариновый и других. В качестве вкусовых добавок применяются также фруктово-ягодные припасы, кислоты, эссенции, сухое молоко, мед. Для придания изделиям соответствующей окраске вводятся пищевые красители. Яблочное пюре, предназначенное для приготовления массы для пастилы, должно содержать от 12 до 17 процентов сухих веществ и иметь хорошую студнеобразующую способность. Применение пюре с повышенным содержанием сухих веществ позволяет сократить производственный цикл. На московской кондитерской фабрике Ударница для производства пастилы применяется уплотненное пюре с содержанием сухих веществ 15-17 процентов. Уплотненное яблочное пюре готовится из обычной пульпы или пюре путем уваривании под вакуумом. Разные партии протертого уплотненного пюре смешиваются в смесителе для получения пюре с определенной желирующей способностью. Уплотненное пюре смешивают с сахаром. Оптимальное содержание сухих веществ в сахаро-яблочной смеси, при котором можно получить пышную пенообразную массу 57-59 процентов. Для того, чтобы получить такую рецепторную смесь, при содержании сухих веществ в яблочном пюре 15 процентов, отношение яблочного пюре к массе сахара должно быть один к одному. Увеличение содержания сухих веществ в сахаро-яблочной смеси свыше 60 процентов не должно допускаться, во избежание преждевременного студнеобразования этой смеси до получения пенообразной массы и неизбежного при этом механического разрушения студневого каркаса в процессе сбивания. К полученной сахаро-яблочной смеси добавляется 1,9-2,0 процента яичного белка. Приготовление пастильной массы производится в агрегатах непрерывного действия. Приготовление пастильной массы в машинах периодического действия имеет ряд существенных недостатков. Производительность сбивальной машины небольшая 180-200 кг в час. Загрузка и разгрузка машины производится вручную. В зависимости от режима работы возможно получения недостаточно или чрезмерно сбитой массы. Работа на этих машинах требует большого опыта от обслуживающего персонала. Агрегат непрерывного действия для сбивания массы для пастилы состоит из четырех горизонтальных металлических цилиндров, расположенных один над другим. Внутри цилиндров находятся валы с биллами. Билла одновременно с перемешиванием и сбиванием осуществляют продвижение массы вдоль цилиндров. Агрегат работает следующим образом. В воронку из верхнего цилиндра плунжерным насосом дозируется яблочное пюре. Туда же из бункера через щелевой дозатор по транспортерной ленте непрерывно подается сахар-песок. Смешанная в первом цилиндре сахаро-яблочная смесь стекает во второй цилиндр. В этом цилиндре при помощи малогабаритного плунжерного насоса подается белок. И здесь осуществляется сбивание яблочно-сахарной смеси. Далее масса переходит в третий цилиндр, в котором продолжается процесс сбивания массы. Сбитая масса стекает в четвертый цилиндр. Параллельно со сбиванием сахаро-яблочно-белковой смеси готовят сахароагаропаточный сироп-клей. Сироп получают увариванием 100 частей сахара, 50 частей патоки и 2,8 части агара в змеевиковых аппаратах непрерывного действия, или в вакуум-аппаратах периодического действия, или в открытых варочных котлах. Способ приготовления сиропа и его уваривания такой же, как при изготовлении сиропа для желейного мармелада. Конечное содержание сухих веществ – 88-89%. Готовый сироп с температурой 85-95 градусов Цельсия добавляют при помощи дозирующего плунжерного насоса в четвертый цилиндр. В нем сахароагаропаточный сироп смешивается с пенообразной массой, красителем, эссенцией и кислотой. Готовая масса для пастилы выходит из аппарата с температурой не менее 50 градусов Цельсия. При приготовлении пастильной массы в непрерывно действующем сбивальном аппарате большое влияние на качество массы оказывает работа дозирующих устройств, особенно для белка и агарового сиропа. Сбитую массу необходимо во избежание разрушения образующегося каркаса студня немедленно формовать. На маломеханизированных фабриках массу для пастилы получают в пастилосбивальных машинах периодического действия, которые состоят из деревянного корытообразного корпуса с крышкой и полукруглым дном. Внутри корпуса вращается вал с Т-образными лопастями. Вал делает 200-250 оборотов в минуту. В нижней части корпуса имеется штуцер с заслонкой для слива сбитой массы. Количество смеси загружаемой в машину обычно не более 100-110 килограмм. В машину загружают отвешенную порцию яблочно-сахарной смеси, добавляют около половины белка необходимого на одну загрузку. Затем закрывают крышку и пускают вход в вал с лопастями. В результате перемешивания происходит растворение сахара в яблочном пюре и в вспенивании массы. Через 8 минут добавляют вторую порцию белка и продолжают взбивание в течение 8-10 минут при открытой крышке, что способствует лучшей аэрации массы и испарению сернистого ангидрида и частично воды. Окончание взбивания массы определяется по изменению объема, который увеличивается примерно в два раза по сравнению с первоначальным, а также увеличению вязкости массы. При недостаточном взбивании масса получается грубопористая. В случае продолжительного взбивания масса получается чрезмерно пышная, что также отрицательно влияет на качество пастилы, снижается текучесть массы. После получения пенообразной массы к ней добавляют сахаро-агаро-паточный сироп в количестве от 28 до 43% от массы смеси. В конце взбивания добавляют вкусовые, ароматические вещества и красители. Массу вымешивают при открытой крышке еще в течение 3-4 минут, а затем выгружают в металлическую чашу на колесах или специальный сборник. Готовая пастильная масса, приготовленная на обычном пюре имеет содержание сухих веществ 61-64%, а на уплотненном 68-73%. Содержание редуцирующих веществ 7-10%. Температура массы 46-50 градусов Цельсия, плотность правильно сбитой массы 500-600 кг на кубометр. Масса для зефира. На крупных кондитерских предприятиях сбивная масса для зефира производится на агрегате непрерывного действия ШЗД. Вначале непрерывным способом готовится рецептурная смесь. Для этого в воронку первой секции смесителя 5 и сборника 2 при помощи плунжерного насоса-дозатора 8 подается уплотненное яблочное пюре с содержанием сухих веществ 15% и температурой 15-20 градусов Цельсия. В смесителе ленточным дозатором 4 непрерывно подается сахар-песок в пропорции 1 к 1. Сахар к пюре. В смесителе происходит растворение сахара в яблочном пюре. Сахаро-яблочная смесь из первой секции смесителя самотеком поступает во вторую секцию 6, расположенную ниже. Во вторую секцию при помощи плунжерных насосов-дозаторов непрерывно подается сахароагаропаточный сироп в пропорции 1 к 1. Агаровый сироп к сахаро-яблочной смеси из сборника 1 с водяным обогревом. Температура сиропа около 80 градусов Цельсия, содержание сухих веществ 84-85%. В этот смеситель ближе к выходу из него малогабаритным насосом-дозатором непрерывно подается белок, а дозатором 7 эмульсия из эссенции красителя и кислоты. Готовая рецептурная масса с содержанием сухих веществ 71-73% при температуре 50-53 градуса Цельсия самотеком поступает в сборник 8. А оттуда при помощи шестерённого насоса 9 подается взбивальную камеру 10. На пути движения рецептурной смеси взбивальную камеру в трубопровод подается сжатый воздух под давлением 400 кП. Предварительно очищенный от механических примесей и масла. Ротор взбивальной камеры вращается с частотой 240-300 оборотов в минуту. Количество поступающего воздуха контролируется с помощью ротаметра, а давление регулируется автоматически и регистрируется манометром. Давление воздуха в взбивальной камере находится в пределах 280-300 кП. В взбивальной камере происходит насыщение рецептурной смеси воздухом, диспергирование и гомогенизация. Сбитая зефирная масса из взбивальной камеры проталкивается под давлением через автоматически регулируемое выходное отверстие. Температура готовой сбитой зефирной массы 52-55 градусов Цельсия. Плотность зефирной массы 380-420 кг на кубометр при содержании сухих веществ от 70 до 72%. Производство зефира без агара на пектине, которое было предложено на московской кондитерской фабрике «Ударница». Эта схема производства существенно отличается от обычной не только заменой агара пектином, но и способом введения пектина и управлением скоростью закрепления структуры, нормированным введением солемодификатора, лактата натрия и кислоты. Способ приготовления этого зефира заключается в следующем. В яблочное пюре с содержанием 10% сухих веществ вносится около 3% яблочного пектина, тщательно размешивается и оставляется на несколько часов для набухания. Яблочное пюре, обогащенное пектином, загружается в сбивальную машину периодического действия. Добавляется лактат натрия в количестве, зависящем от кислотности яблочного пюре. На производстве используется следующая таблица, из которой видна эта зависимость. Затем добавляется сахар, песок и белок. Сбивание ведется в течение 5-8 минут, в зависимости от частоты вращения сбивального устройства. Одновременно готовится сахаропаточный сироп без студнеобразователя, с содержанием сухих веществ 84%, который добавляется горячим к сбиваемой массе зефира. Сбивание продолжают еще 5 минут, добавляют кислоту, перемешивают около 30 секунд. Хранить готовую массу нельзя, так как вследствие введения кислоты устраняет задерживающее действие соли от преждевременного образования пектина сахарного студня. Массу после подкисления необходимо незамедлительно направить на формование, отсадку изделий. При этом на производстве у вас есть максимум 10 минут перед застыванием этой массы. То есть как только вы добавили все компоненты, добавили последний компонент, тут же перемешивается 30 секунд после добавления кислоты. Мешалка останавливается и держа, перегружается в отсадочную машину. Не совершайте ошибок, которые совершают многие начинающие кондитеры, которые начинают ходить вокруг этой машины после добавления кислоты и ничего не делать. У вас есть максимум 10 минут, чтобы отсадить эту дежу, эту массу, которая находится в деже, отсадить на противень готового, отформованного зефира. Если вы не успеете, то она застынет либо в этой деже, либо она застынет в конусе дозатора отсадочной машины. Это в лучшем случае. А в худшем случае она забьет дюзы, через которые происходит отсадка зефира. И вы потом будете эти дюзы, вы их либо выбросите, потому что их потом нельзя будет использовать, либо вы будете их очень долго и упорно чистить от налипшей зефирной массы. Сбитая зефирная масса имеет большое предельное напряжение сдвига, довольно вязкую консистенцию и поэтому в отличие от пастельной массы сохраняет приданную форму. Это позволяет формовать из нее изделия методом отсадки. Большое предельное напряжение сдвига и меньшая плотность зефирной массы обусловлены значительно большим содержанием яичного белка в три раза и агара в сравнении с рецептурой пастельной массы. Сбитая зефирная масса, содержащая от 71 до 73 процентов сухих веществ с плотностью 380-420 килограмм на кубометр и температурой 52-55 градусов Цельсия поступает в бункер 1 отсадочной машины. В нижней части бункера расположен дозирующий механизм, состоящий из корпуса 2, золотника 3, имеющего камеры, мерных цилиндров 4 с плунжерами 5, совершающими возвратно-поступательное движение. Планки 7 с гофрированными трубками 6 и зубчатыми штуцерами 8. Бункер 1 соединен с золотником 3, совершающим в процессе отсадки поворот на 90 градусов. Количество камер золотника 3, мерных цилиндров 4 и плунжеров 5 гофрированных трубок 6 со штуцерами 8 соответствует количеству штук отсаживаемого зефира по ширине лотка. Хотя этот механизм по конструкции ничем не отличается от отливочного, но процесс в нем протекает иначе. При медленном движении плунжера 5 вправо и таком положении золотника, как указано на слайде, зефирная масса спокойно вытекает из бункера, не отставая от плунжера. Поэтому в мерном цилиндре не образуется разряженного пространства, отсутствует перепад давления между окружающей средой и пространством мерного цилиндра. Пенообразная масса неизбежно разрушается при попадании ее в разряженное пространство. Это может произойти, если плунжер станет перемещаться с большей скоростью. Повышенная скорость плунжера приводит к повышению плотности сырых изделий по сравнению с плотностью массы. Критерием правильной работы этой машины является давление массы на плунжер при заполнении мерного цилиндра, чего нет в отливочных машинах. При повороте золотника по часовой стрелке на 90 градусов и ходе плунжеров влево порции массы выдавливаются через гофрированные трубки и штуцеры. Зубцы на штуцере создают рифленую поверхность у отформованного зефира. Таким образом, зефирная масса циклически выдавливается или отсаживается. В конце выдавливания массы планка с гофрированными трубками получает движение бокового отрыва, в результате чего происходит отрыв от формованной массы и порция зефирной массы в форме полусферы 9 отсаживается на движущийся по цепному транспортеру лоток 10. При наличии горизонтальной скорости лотка относительно штуцера можно получить продолговатую рифленую форму половинки зефира. При прохождении под дозирующим механизмом стыка лотков срабатывает муфта отключения и происходит отключение механизма формования. Отформованные порции сырого зефира в виде полусфер являются половинками изделия, их направляют на выстойку. Золевые оболочки воздушных пузырьков переходят в гелевые, в результате образуется упругая прочная структура. Процесс желирования происходит в камерах или помещении цеха при температуре 25 градусов Цельсия в течение 5 часов. Затем зефир подсушивают в специальной камере при температуре 35-36 градусов Цельсия. Относительной влажности 50-60%, скорости воздуха 1 метр в секунду в течение 3-5 часов. До содержания сухих веществ 77-80%. При этом на поверхности образуется кристаллическая сахарная корочка. При отсутствии специальных камер зефир сушат в помещении цеха при температуре 25-30 градусов Цельсия и усиленной вентиляцией воздуха в течение 24 часов. Затем лотки с половинками зефира обсыпают сахарной пудрой, либо на специальной машине, либо вручную. Во время перемещения лотков по цепному транспортеру после опудривания половинки зефира вручную склеиваются попарно нижними, не имеющими корочки поверхностями. При склеивании половинок можно между ними помещать мармеладные фигурные кусочки и проваренные в сиропе фрукты, ягоды или цукаты. Склеенные половинки зефира на транспортере или на решетах на стеллажных тележках направляют в камеру для дополнительной подсушки при относительной влажности воздуха 60-65% в течение 2-3 часов. Высушенный зефир содержит 80-84% сухих веществ. Можно половинки зефира не склеивать, а дополнительно подсушивать и глазировать шоколадом. Температура изделий поступающих на глазирование не выше 30 градусов Цельсия. Процесс глазирования нами рассмотрен в отдельном видео. Готовый зефир укладывается в коробки, картонные или фанерные ящики или упаковывается в пакет из пленки. По качеству зефирная масса, приготовленная с пектином, несколько отличается от зефирной массы, приготовленной с агаром. Она имеет более мелкопористую структуру и ярко выраженный фруктовый вкус. Далее мы рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства пастилы. Как мы уже выяснили, основным сырьем служат фруктово-ягодное пюре, сахар, патока и агар. Яблочное пюре доставляется на фабрику на автомашинах типа цементовоза и выгружается в хранилище 1. Насосом 23 пюре подается в размельчитель 2, а затем в смеситель 3, где оно перемешивается до получения однородной смеси. Эта смесь перекачивается насосом 18 в протирочную машину 4. Протертое пюре собирается в сборник 5, а оттуда насосом 6 перекачивается в смеситель 16. В этот же смеситель добавляются разведенные возвратные отходы. Из бункера 22 со шнеком отходы загружают в смеситель 24. Дозатор 21 подает в смеситель 24 воду. Полученная масса поступает в резервуар 25, а из него насосом подается в протирочную машину 20. Протертая масса собирается в резервуар 19. Насосом 17, в смеситель 16 перекачиваются протертые и разведенные отходы. Сахар также из автомашин выгружается в силос 11. Из него шнеком 10 сахар транспортируется в норию 8, предварительно проходя через сито 9. Нория 8 загружает сахар в бункер 7 ленточного питателя 15, откуда он подается в смеситель 16. Полученная однородная сахаро-яблочная смесь поступает в резервуар 14, из которого плунжерным насосом 13 подается в верхнюю секцию пастила сбивальной машины 40 непрерывного действия. В нее же из дозатора 12 загружается первая порция белка, а при переходе этой массы во вторую секцию из дозатора 39 вторая порция белка. Предварительно замоченный агар хранится в резервуаре 29. Порция агара отвешивается на автоматических весах 28 и загружается в варочный котел 56. В него же из бункера 30 добавляется сахар, отвешенный на автовесах 31. Патока из сборника 54, подогретая в его отделении 26, перекачивается насосом 55 в объемный мерник 27. Отмеренная порция патоки сливается в котел 56. Полученный сахаро-агаровый сироп сливается в резервуар 32. Из него насосом 33 сироп подается в змеевиковый вакуум аппарат 34, в котором сироп уваривается до концентрации 75-80% сухих веществ. Сваренный клей собирается в резервуар 35, а оттуда насосом 36 подается в нижнюю секцию пастила сбивальной машины 40 для закрепления полученной структуры массы. В нижнюю секцию дозатора 37 и 38 загружают краситель и эссенцию. Постильная масса избивальной машины поступает в загрузочную воронку отливочной машины 42. Здесь заполняются массой деревянные лотки, предварительно выстланные прорезиненным материалом. Пустые лотки подвозятся на этажерках 41, лотки заполненные массой устанавливаются на этажерку 43, которая после заполнения передается в туннельную сушилку 44. Под действием подогретого воздуха масса становится студнеобразной и на ее поверхности в течение 3-4 часов образуется мелкокристаллическая корочка. Из сушилки пастила на этажерках 45 перевозится к режущей машине 46. Она режет пастилу на кусочки и раскладывает их на решета, которые устанавливаются на этажерку 47. Заполненные этажерки передаются в туннельную сушилку 48. В ее начале температура воздуха 45-55 градусов Цельсия, а в конце 55-60 градусов Цельсия. В результате сушки влажность пастилы уменьшается до 14-18%. После сушилок пастила охлаждается на этажерках 49, а затем поступает на опудривательную машину 50. В камере 51 с поверхности пастилы сметается щеткой излишняя сахарная пудра. На конвейере 52 производится укладка пастилы в коробке. Коробки передают на упаковочный стол 53, а затем в экспедицию. На крупных фабриках формование пастилы производится на агрегате без лотковой размазки и выстойки БРП системы инженера Козлова. На нем пастилу размазывают в виде пласта, который после закрепления структуры режется на изделия. Сбитая пастильная масса с температурой 43-46 градусов Цельсия, с содержанием сухих веществ 66-70% и плотностью 630-650 килограмм на кубометр поступает в бункер 3 агрегата. И через щеревой зазор в виде полосы стекает в размазанную каретку 4, которая имеет регулируемый нож 7. Их положением над транспортерной лентой 5 определяется толщина пласта, равная 21-22 миллиметра. Пласт формуется при градиенте скорости около 1,8 секунда в минус 1. Этот градиент вычисляется как отношение скорости транспортера к зазору. Из каретки пласт пастилы перемещается лентой 5. На ее краях находятся два замкнутых бортовых ремня 10 сечением 35 на 65 миллиметров. Имеющая одинаковую с лентой 5 скорость 2,2 метра в минуту. Длина рабочей ветви бортовых ремней определяется временем первой стадии желирования 30 минут. Этот участок бортовых ремней заключен в короб 9, куда для ускорения процесса желирования поступает холодный воздух от холодильной установки. Температура воздуха 10 градусов Цельсия. Бортовые ремни не позволяют пастильной массе разливаться по сторонам. И таким образом при непрерывном движении ленты 5 происходит формование сплошного пласта пастилы. После окончания первой стадии желирования пастильный пласт теряет текучесть и направляется для упрочнения структуры в холодильный шкаф 11, где и заканчивается процесс желирования. Общая продолжительность желирования 60 минут. Затем в зоне 12 поверхность пастильного пласта прогревают при помощи излучателей инфракрасного излучения и в шкафу 2 обдувают воздухом с температурой 25-30 градусов Цельсия. При этом поверхность пласта подсушивается с образованием тонкой кристаллической корочки. Она образуется в результате кристаллизации сахарозы из обезвоженного поверхностного слоя. Время образования корочки 10 минут. Образовавшаяся корочка на поверхности пласта обсыпается тонким слоем сахарной пудры при помощи вибратора 1. При этом корочка получается более плотная. Затем пастильный пласт поступает на нижний транспортер 13. При этом он ложится на ленту поверхностью посыпанной сахарной пудрой и не прилипает к транспортерной ленте. Нижний транспортер доставляет пласт пастилы к резальной машине. Общее время от размазки дорезки составляет 80 минут. С транспортера 15 резальной машины пастильный пласт поступает на ленточный транспортер 16, имеющий 6 параллельных лент. На нем пласт режется дисковыми ножами 8 на 6 продольных полос. И каждая полоса находится на своей ленте. Направляющие канавки барабанов для 6 лент смещены таким образом, что нарезанные продольные полосы пласта отодвигаются друг от друга и это исключает слепание боковых сторон нарезанных полос. Затем нарезанные полосы разрезаются ножами 6 режущего механизма на отдельные штуки, которые остаются зажатыми между ножами и выталкиваются на предварительно опудренное решето 17 посредством пуансонов. Опудривает решето механизм 14. Нарезанная пастила имеет вид прямоугольных брусков параллелепипедов размером 70 на 21 на 20 миллиметров. Решета с сырой пастилой ставят на стеллажные тележки и направляют в сушилку, где они подсушиваются до содержания сухих веществ 82%. Продолжительность сушки 5 часов при скорости воздуха 1 метр в секунду. Температура сушки от 45 до 55 градусов Цельсия. Постепенное повышение температуры производится по зонам. Заданный температурный режим поддерживается системой многоканального импульсного регулирования. На продолжительность сушки существенно влияет рецептура, то есть отношение сухих веществ, компонентов к сухим веществам сахара, наличие агара или другого желирующего вещества, а также патоки. Значительное влияние оказывает также количество пектина. Наличие сильного пектина или повышенная доля яблочного пюре или агара, а также патоки затрудняют удаление влаги. При этом пастила получается затяжестой. Наоборот, пониженная доля пюре, агара и патоки или использование пюре с пониженной студнеобразующей способностью облегчают удаление влаги из пастилы, а изделия получаются сахаристыми. Пастила хорошего качества получается при равномерном удалении влаги из внутренних и наружных слоев. При этом образуется тонкая, но достаточно прочная корочка. Это достигается ступенчатой сушкой с постепенным ужесточением режима. Повышенные температуры и скорость воздуха приводят к преждевременному образованию толстой грубой корочки. При этом затрудняется удаление влаги из внутренних слоев. Это приводит к возникновению пустот и ноздреватости пастилы, а также к деформации изделий. Бока изделия вытягиваются, либо изделия коробятся, искривляются и имеют неодинаковую прочность. Высушенная пастила укладывается в коробки или завертывается в пачки из целлофана по 95 грамм и укладывается в короба. В небольших цехах массой для пастилы заполняют при помощи машины или вручную деревянные лотки, предварительно выстоланные влажной клеенкой, пластиком или прорезиненным полотном. Размер лотка 1380 на 320 на 20 22 мм. Из бункера разливочной машины масса свободно вытекает в лоток, движущийся на конвейере. Излишки массы удаляются пластиной, под которой проходит заполненный лоток. Затем лотки вручную устанавливаются на стеллажные тележки. На них осуществляется процесс желирования оболочек воздушных пузырьков. Либо в камерах при температуре воздуха 38-40 градусов Цельсия в течение 2-2,5 часов. Либо в помещении цеха в течение 6-8 часов. После окончания процесса студнеобразования верхняя поверхность пласта в лотке посыпается пудрой и пласт извлекают из лотка за свободные концы застилочного материала на ленту отдельно стоящей резальной машины. Или на стол корочкой вниз. При ручной резке пласт режут либо дисковыми ножами, либо обычным ножом по полосам, намеченным с помощью шаблона. Полученную сырую пастилу сушат в сушилках, затем охлаждают, обсыпают сахарной пудрой и отправляют на укладку и упаковку. Вы посмотрели видео, посвященное производству пенообразных масс. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, в колокольчике все уведомления. А то я смотрю, не все мои подписчики смотрят только что вышедшие видео. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с теми людьми, которыми оно могло бы быть, по вашему мнению, интересным. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.